Детские сады, школы, учреждения опеки и попечительства, а также подразделения дополнительного образования и медицинские стационары в Самаре подключены к теплу на 100%, а показатели отапливаемости жилищного фонда по состоянию на вечер 1 октября нарастили до 99%, в том числе теплом обеспечены свыше 99% многоквартирных домов со способом управления ТСЖ. Таким образом, всего за полторы недели подключили к теплоисточникам 10 134 жилых дома. Глава города Елена Лапушкина подчеркнула, что в этом году подключение тепла началось очень рано, при этом темп подачи отопления рекордный, выше чем в предыдущие годы. Все теплоисточники у нас работают и дома практически подключены. У нас остаются дома, которые у нас располагаются на переврезках и там, где идет регулировка уже управляющими компаниями, домами ТСЖ, где уже идут внутренние работы. В эти выходные уже совершенно точно у нас все дома получат отопление. Безусловно, и штаб не прекращает свою работу. Отрабатываем каждое обращение, отрабатываем департамент городского хозяйства, отрабатываем внутригородские районы. Все оперативно передаем работу управляющим компаниям, либо в ресурсоснабжающую организацию. Пытаемся разобрать в причине, почему при наличии теплоносителя тепло в дома не идет. В зонах завершающихся переврезок со старых сетей на новые в ходе модернизации теплотрасс идет работа по заполнению магистральных линий, после чего теплоснабжающие организации запускают теплоноситель по внутриквартальным сетям. Вместе с тем продолжается регулировка гидравлического и температурного режимов. Весь процесс находится на непрерывном контроле. Заседания оперативного штаба по пуску тепла проходят ежедневно. Глава города Елена Лапушкина следит за процессом подачи тепла лично, выезжает на объекты во все районы города. С начала текущей недели в более ранний срок, нежели в предыдущие годы, заработали телефоны горячей линии по вопросам теплоснабжения. Также берутся в работы сообщения, поступающие в социальные сети. Вся адреса остаются на контроле до полного исполнения задач. Виктория Шарая, Мэри Елчан, Василий Колдашов. События.